Швыряешь как бы нагловато, как бы вот так. Потом будешь добирать тех же и создавать интересную движуху на пол. Хорошо? Сначала разбил такой зеленоватый. С тряпкой вместе. С тряпкой. Возьмешь тряпочку, подвытришь и сразу это делай по направлению движения лепестков. Вытришь, 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 вытришь. Можешь даже, когда ты немножко подвытришь, уложить белизну, потереть с белизной, а потом и эту белизну немножко вытереть. На это уйдет полторы тряпки. Ничего страшного. Если бы как бы предугадывать сразу, что у меня здесь будет, может быть столько темного сюда не класть. Ну, положила и нечего страшного. Спасибо, если здесь не появится. Давай. Вытереть, заложить белила и опять вытереть. И тогда уже будем класть цветнила. Зачистим палитру, чтобы у нас появился цвет, подходящий теперь. Сделаем фигушку. Белильца. Желтильца. Немножко разобилиц. Влаги. А, так вот. И начинаем укладку листьев. Вначале небольшая мера краски. Небольшая и не вполне светлая. Для того, чтобы иметь потом возможность уложить уже откровенно светлую краску мастихином. Тенистые проявления. Можно задать фиолетоватый оттенок. Розовый с зеленым будет создавать идею фиолетового твижда. Полу ложишь, полу ложишь. Потом. Будешь брать на палец краску. Оставлять следочек. И смотри, что я делаю. Разминаю, разминаю. Потом раз. И спустился. Ну, попробуй такой край сделать. Вот. Зеленый или нет? Продолжим. Вот этот вот, например, лепестков. Еще грязно? Сейчас, сейчас. Не только. Вот они, жилочки лепестков. Вот такие. Ну и наблюдаем за, собственно, сюжетом лепестка. Полностью пытаться его движение можно попробовать. Но, если, допустим, не вполне справляется, пусть будет хотя бы красивая какая-то волна цветка. Не обязательно, чтобы он был точно, как там, со всеми нюансами. Но красивым, да, должен быть. То есть, пытаемся сделать красивое звучание этого лепестка. И с остальными примерно так же. Рыженькие тоже будем навстречу. Оттуда до навстречу. Вот так. Хорошо? Жилочки. Все время тряпкой пользуюсь. Цветки фиолетоватые. Вот эти. Тоже. Нагнетаем, нагнетаем. Нагнетаем с помощью розового. Розовый антицвет будет. Само цвету. Нагнетаем. На краю. Да. И так лепесток за лепестком. Если что, краску изгоняешь, вымакиваешь и укладываешь с бортиком. Похожим образом и здесь бортичек. То есть, если, допустим, нам что-то там очень мешает бортик создать, выгрызла красочку и создаешь, а потом уже подойдешь к этому бортику снаружи. Хорошо? И вот такие действия. Давай. Ну, смотри, Александр. Понаряднило, повеселило. А сами последние вот эти уточнения будут. Сейчас я покажу, как, чтобы ты не боялась за результат. Потом, уже в самом конце, вот в эту среду, мы будем укладывать белило густо. Густо, да, как финишное. И пальчиком помогать вот так. Все идеально. Согласна? Глянцево, лепестково. Ну, это чуть потом. Так, ты белый пальцем кладешь и очень активно, красиво ты формируешь, форму видишь, все. Но белый пойдет в конце. В конце уже очень деликатной укладкой. Потому что, если мы сейчас сюда накидаем много краски, мы уже не сможем положить красиво. Поэтому, пока это белый, не белый, а потом уже в не белый доложим белого. Очень уж много краски. То есть, сначала пусть это будет приблизительно белый. Вот такой. Хорошо? Чтобы в него положить. Потому что нашпатлевано. А должно быть не нашпатлевано, а написано. С вот этими жилочками. С этими мутностями. Но видишь, в цвете много чего видишь хорошо. Форму очень хорошо различаешь. Здесь просто пятно. Причем можно вот его и как-то вот так дать. Чтобы оно не участвовало в игре. Его перегородит лепесток гнятно. Оно фоновое. Вот пусть себе там сияет фоновое пятно. Подобное пятно может появиться и тут. Может появиться какое-то содержание у этих пятен. Какое-то содержание. Да? Такие звуковые выстрелы. Просто красивых звуков. Нашвырять. Здесь хорошо нашвыряло. Я бы даже и не стал ничего здесь менять. Все хорошо, все идеально. Набирать белый цвет и размазывать все, да? Белого очень много. То есть растягивать. Раздавливать этот белый. Чтобы белый мочь потом положить на малое количество краски. Не ляжет он просто. Не будет это эффект. Здесь может быть, смотри, есть пятна вот такого характера. Можно прибавить к этому пятна вот такого характера. Фоновую историю. Это даст новую фактуру и сиятельный эффект. Согласны? Какой-то вдали сиятельный момент. Можно и этих задействовать. Тем более, это будет выгодно, что на касание к этому пятну придет белесенькая кельце лепестка. Хорошо? То есть и такие тоже используем эффекты. Значит, и желтоватости, и голубоватости, и какие-то дурачества, и глухое пятно. Вот у него там мощное глухое пятно. Причем оно коричневит. Поэтому можно... Оно к рисунку вообще никакого отношения не имеет. Поэтому можно густой краской просто ушпатлевать такую темнятину глухую. Может быть, в поддержку тому глухому пятну подсунуть часть вот этого же цвета где-то здесь. Поддержку на другой части картины. Поддержку на другой части картины. Это композиционные претензии. То есть, помнишь, инь-янь? Одно выкро, другое в том. Вот эта игра продолжается. Есть композиция рыжих пятен на картине. Зеленый, ну, зеленый здесь каркас. Белых пятен на картине. И вот если мы только вычленим белые пятна и посмотрим, хороша ли их композиция. Если хороша, то мы молодцы. Вычленили рыжий то же самое. Вот, допустим, рыжий поддержан с этой стороны. То есть, это уже математика, как бы, живописи. Поддержан с этой стороны мощным тоже цветом. То есть, знание достаточно элементарное. В нем нет ничего такого сверхъестественного. Поэтому просто запомни это и используй. Правда? Так. Хорошо, скультурно. Краску, сомневаешься. Может быть, периодически создавать себе чистую площадочку для белого. Но вот эти белизны сейчас надо как-то вогнать. Только их чуть-чуть с рыжой. Потому что там свет рыжит. Ну, свет всегда чуть-чуть рыжит. То есть, с рыжой. Можно швырять вот эти вот вещи. Краски желательно удержать на порядке. Не знаю, как управляешь себе стрессом. Жду вас. А, ты не умеешь выдавливать? Вот эти края помоделировать. Вот эти края помоделировать. И, садлайся. Подобрем. Вот такие вещи прямо при мне здесь, сейчас, поэтому должно все произойти, даже сильный кусок света, никто его не делал. Мастихином да, но сначала мы создадим подкладку под мастихиновую укладку. В общем, белая, только тонкий слой, да? Да. Подкладку сначала создадим, тоже подтираешь, потому что там уже сразу стало много. Подтираешь, укладываешь, и потом действительно уже на это. Причем, обратите внимание, я сейчас начинаю раздавливать, прикоснувшись здесь, а не здесь. То есть я подложил, подложил, подложил эти ступеньки света, отсюда начинаю давлю. Чтобы тот свет попал, да? Нет. Чтобы был естественный ход касания теневой к световой. Ага. Чтобы грань была? Да, чтобы эта грань была не такая ядовитая. И то немножко ядовитая, можно потом чуть-чуть пройтись. Но это сразу отделило, да? Свет от тени. Похожим образом. И здесь укладываем, и раздавливаем. И у нас блистающий свет. Мера краски тоже небольшая и очень лепестковая. Ты видишь, да? Угу. Настолько это лепесточно. Где у нас останутся шершавости, мы их пальцем подраздавим. И тоже пальчик помогает. Тоже вот положил, начал движение оттуда. Логично? Нет. Упавшая тенечка. И все как-то разумно. Правда? То есть этот сиятельный белый нашвыряет. Прикольный звук снаружи. Но нет ощущения, что его не подкрасили под край. Смотри, смотри. А вот теперь заслонить. Чтобы он ушел, естественно, под лист. А так его прямо от листа сделали. А так оно эффектнее, да? Похожая история здесь. Не должно быть ощущения, что чего-то здесь обводили. Надо быть ощущение, что задник сам по себе. Передник сам по себе. А передник сам по себе. Спاصит. Использовать блюду. Используйся. Приятного пищи. Запускаем. Таня. Приятного. Используйся на состоянии. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Иногда, если получился красивый звук, но он не вполне соответствует тому, что ты искала, бережешь. Да? Прикольно же? Субтитры делал DimaTorzok Я, ты видела, поискал немножко настроение этих пятен. То есть я поискал, погонял, погонял, сел. Субтитры делал DimaTorzok Постоянно протираю палец. Ты видишь, сиятельный эффект. Поняла юмор, да? Почему здесь комковатый характер? Вот ты мне объясни. Ну по жилочкам же, правда? А еще и рыженький там. А теперь смотри, вот я кладу от края. Так это же край. А он может еще быть более сложным. Посмотри. Вот ты говоришь, здесь где работать? Вот такой же кусок, трудно такой же. Ищи еще что-нибудь.